Дюдо покоряет своей мягкостью. Название вида спорта дословно переводится с японского как гибкий путь. Однако это не мешает борцам использовать броски, болевые приемы, удержания и даже удушение в портере в качестве разрешенных технических действий. Традиционное первенство в этой дисциплине состоялось в зале единоборств Гродненского областного комплексного центра Олимпийского резерва и выявило лучших спортсменов области среди юношей и девушек до 21 года. АПЛОДИСМЕНТЫ На сегодняшний день, надо быть честно признаваться, не лучшие дни в женском дзюдо обстоят у нас. Это связано с тем, что часть девушек ушло готовиться к вторым европейским играм по самбо. Это трехкратная чемпионка мира Мацко Татьяна, призер Европы и мира неоднократный Калюжная Катерина, наши лучшие номера, но они не только уже в республике лучшие, но и лучшие в мире, в мире и в Европе. Данилович Ксения будет защищать честь от дзюдо на вторых европейских играх, а вот подрастающее поколение на сегодняшний день у нас выглядит более слабовато, не будем говорить честно, откровенно, по сравнению с взрослыми. Пока мы не видим такой более достойной замены и будем говорить, что это у нас пока идет генеральная репетиция. У нас сделаны выводы определенные, оргвыводы сделаны. Мы сейчас отбираем наилучших. Среди неудач числится отсутствие представителей Сморгонской и Волковыцкой школы. Это обстоятельство лишает возможности рассчитывать на их содействие. Сморгонская из Дюшор специализируется на воспитании чемпионов и призеров мира и Европы. Александр Ваховяк, Екатерина Радевич, Лидия Андронова, Андрей Кипцевич – это далеко не полный список тех, кто добился заметных успехов на международном уровне. Юноши немножко раньше времени сходят с пути. Хотелось бы, чтобы они дополняли юниорскую, мужскую команду. Ну, у каждого свои, как скажем, интересы появляются. Ребята вырастают. У кого-то учеба, у кого-то спорт. Ну, в принципе, пока что все хорошо. Есть лидеры в своих категориях. Есть лидеры. 24-26 января в Могилеве будет Перенство Республики. Это отборочные соревнования на Перенство Европы. Там Гронинская команда будет участвовать. И лидеры наши, скажем так, в Гронинской области будут отбираться на международные старты. Черняк Максим у нас, скажем так, потенциально может попасть в Гацу Константин, Золотов Дмитрий, Лохач Владислав. Ну, как бы, эти ребята сильные в своих категориях, и мы на них рассчитываем. Егор Кухаренко, мастер спорта по дзюдо, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи, воспитанник Виталия Шушурыхина, оказывает достойное сопротивление сильным и уверенным конкурентам. Остается надеяться, что медальная копилка талантливого спортсмена будет пополняться. Впереди у Егора участие в Европейских играх. А еще ему пророчат и мир, и Олимпиаду. У меня была травма в 2017 году. Получается, я целый год пропустил. Пропустил Европу, ну, мир по своему году. Вот. И, как бы так сказать, быстро восстановился. Вот. И поехал... Ну, меня пригласили на Европу до 23-х. Вот. И я поехал. Как бы, от меня ничего не ожидали. Просто поехал, чтобы, ну, набраться уверенности, побороться. Вот. Ну, и, как бы так сказать, выскочил. Вот. И занял третье место. Смотрят родители, друзья. Вот, как бы, не хочется их подвести, что я там вышел, сразу упал, там, либо проиграл, а в меня верили. По-любому, конечно, стоит ответственность, что хочется выиграть, порадовать своим близким. Не все идеально сегодня в Гродненском дюдо. Но это не мешает его представителям к идеалу стремиться. Будущие мастера зимних видов спорта приняли участие в одном из самых массовых проектов. Его особенностью является привлечение талантливых детей, осваивающих биатлон на уроках физкультуры. 19 сборных команд всех районов области и города Гродно преодолевали разные протяженности трассы с огневыми рубежами. Областные соревнования не только открыли дорогу к республиканскому финалу, но и стали важным этапом на пути профессионального и личностного роста. Преодолеть лучшую в области трассу выпала честь юным спортсменам в рамках Гродненского этапа республиканских соревнований «Снежный снайпер». В Новогрудском спортивно-биатлонном комплексе «Селец» наши герои участвовали в спринтерских гонках и смешанных эстафетах. Три круга с двумя огневыми рубежами предстояло пройти участникам соревнований. Их в этом году оказалось более 200 человек. Цифра, позволяющая оценить масштабы спортивного любительского движения. Грамотный подход к организации тренировочного процесса позволяет решать самые сложные задачи, обеспечивая проекту колоссальный успех. Начинающие любители, принимая участие в реальных состязаниях, могут осознать свой потенциал, а тренеры – заприметить будущую звезду биатлона. Они важны прежде всего тем, что мы детей готовим именно для передачи в последующем в спортивные школы по профилю биатлон и лыжные гонки. Конечно же, чтобы привлечь детей к активным именно систематическим занятиям, данным видом биатлона, нужно, знаете ли, не только лозунгами какими-то, но, видимо, прежде всего на первом этапе привлечения детей создать какие-то условия детку. Вы знаете, это огромный стимул эмоциональный. Когда детки видят, что на выходе что-то у них старших ребят получается, что они попадают в училище Олимпийского резерва, что они попадают в различные сборные. Вот сейчас мальчик попал у нас в экспериментальную группу, которая отбиралась специально по показанию МПК – максимальное потребление кислорода. Они видят, что может что-то получиться. Ну и, соответственно, конечно же, и уже деткам интересно, они видят стимул родителей детей, что немаловажно, играет огромную роль. Ну вот так вот в комплексе мы работаем с родителями, с детками, стараемся как-то эмоционально зажечь их. Гонки проводятся под патронажем президентского спортивного клуба. И ребята понимают, что оказаться здесь – настоящая привилегия, которая станет хорошей инвестицией в их будущее. Соревнования «Снежный снайпер» уже проходят не впервые в Новогрудском районе. У нас собралась очень сильная команда города Новогрудка и Новогрудского района. Бегут разные возраста. Дети, начиная с пятого класса и заканчивая старшая группа – это уже девятый класс. Соревнования проходят на лыжне со стрельбою. Как бы наша спортивная школа профсоюза, я работаю тренером в профсоюзной школе. Мы здесь проводим отбор детей, просматриваем перспективных детей, набираем себе спортивную школу на отделение биатвона. В командном первенстве в младшей возрастной группе победил Новогрудский район. В средней и старшей возрастной группе второе и первое место соответственно у команды Щучинского района. Следующей точкой на карте победителей соревнований «Снежный снайпер» станут Раубичи. «Снежный снайпер» станут Раубичи. Игровые тактики лежат в основе такого вида спорта, как фехтование. Гродненская фехтовальная школа – сильнейшая в стране среди юношей и девушек. Из шести видов в регионе особого успеха добиваются в шпаге и рапире. О будущем – сабли, еще одной разновидности аристократической дисциплины в нашем сюжете. Медальная засуха в таком виде фехтования, как сабля – повод для того, чтобы неприятную тенденцию переломить. Успехи в шпаге и рапире. Сборная области в трех видах фехтования традиционно борется за первые места в стране. А гродненские шпажисты в этом году стали лучшими в мужском командно-фехтовании, подталкивают к активным действиям и позволяют надеяться на лучшее. Особенность поединков с саблей заключается в том, что удары наносятся только выше пояса, как это было когда-то в конных сражениях. Чтобы выковать победу в одной из самых красивых дисциплин, разучивать принципы упражнений с оружием следует как можно раньше. Наш герой – представитель сборной Беларуси по сабле среди ветеранов. Растит поколение чемпионов. Его воспитанники – призеры республиканских и международных соревнований. Стараемся возродить детский спорт, в частности фехтование, поднять традиции гродненского фехтования на былые высоты. Я являюсь действующим фехтовальщиком федерации фехтования ветеранской. То есть по сабле, по этой фехтовальной веторожи. Мы продолжаем свой спорт. То есть мы ушли, допустим, из большого спорта. У нас, может, не те физические кондиции, но мы постоянно ездим куда-то. В мае месяце мы были на чемпионате Европы командном. Заняли там пятое место. Сейчас я был на международном турнире в Гданьске. Занял там второе место. Первое место, кстати, занял тоже наш прославленный ветеран Юра Алексеенко. Все это дает дополнительный заряд энергии и вера в то, что если мы это можем, то наши дети тем более смогут все это осуществить. Зрелищное искусство некогда носило ярко выраженный классовый характер. Им занимались преимущественно представители аристократии. В Римской империи преподаватели называли не иначе, как доктора оружия. С тех давних пор многое изменилось. Выросло мастерство спортсменов, снаряжение стало более совершенным. Увеличилось количество стран-участниц, первенств мира и Олимпийских игр. Неизменной осталась культурная составляющая, выходящая за рамки фехтования как вида спорта. Фехтование – это вид спорта, конечно, он контактный и в нем воспитывается дух соперничества. Именно это то, что сейчас очень не хватает нашей молодежи в реальной жизни. Активная жизнедеятельность человека подразумевает в собой занятие спортом. Спорт – это жизнь. Недаром в Греции этот Олимпийский огонь сжигался. Именно там, именно на этих спортивных аренах, человек постигал себя, постигал то, что он может и шел вперед. За свойственные ему стратегию боя и атлетизм фехтование иногда называют шахматами с мускулами. Бой действительно можно сравнить с Блиц-турниром шахматистов, где решения принимаются в доли секунд, а малейшая ошибка может обернуться мгновенным поражением. О фехтовании говорят как о спорте будущего, благородное шествие которого начинается уже сейчас. Редактор субтитров А.Семкин